Виктор, знаете, я мог бы не замечать такие, но когда они мне слегка, ну кто-то как того, Ваня Кружукова с селёздочной мордой в рыло, кто-то скромненько, типа того, что мне лезть со свиным рылом в калашный ряд, это уже не так обидно. Но тем не менее, они же дают возможность как-то расширить эту тему. Потому что, смотрите, даже не знаю, с чего начать. Во-первых, чего взяли, что в единстве в мире садовод патологоанатом. Достаточно большое количество людей. От научных мужей до простых садоводов занимаются тем же, что его спиливая погибшее дерево, они изучают срез, пытаются понять причину. Вы понимаете, Виктор, или я наивный, или вы наивный. То, что спиливают, понятно. Они же перед этим дерево изувечат, значит, почему оно погибло? Речь не идёт о 30-40-летнем. Ну вот они спилили. То, что распиливают, вот как я распиливал, видите? Это один товарищ с Красного хутора, самый крупный яблоневый сад. Не только в хуторе, который вообще я знал. Ну, не считая того в субботе, государственного сада. Вот. Вот я у них это, приехал с тележкой, набрал этих самых. Он их распиливал. Говорю, да не жалко. У него там сад погиб, у него дров, наверное, на всю зиму хватило. Вот этих. И вот вы теперь знаете, как они, где они, если они, ну, в научном уже, я про простых не буду. Посмотрел, может, действительно увидел, что в разрезе, что если разрез через рану, то видно, что таким путём дерево погибло. Ну, видно же, да, вот где рана, где это. Вот. Это понятно. Вот где нет раны, вот видите, ровненько всё. Это может он, ну, дальше-то он куда, дальше он намотал на ус и решил больше не резать деревья. Но ещё остаётся ещё миллион, которые не режут поперёк. Но тут упоминается ещё учёный мужик. Геноцид назову. Вот. Я назову это геноцид. Вот здесь есть, нет. Вот здесь у меня есть обрезка. Вот. И я ещё, ну, где-то меньше половины сюда перенёс. Вот оно. Вот это геноцид. Вот это нас учили, 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 учили. Вот. А то, что потом кто-то хотя бы погибшее брал и это самое. Хотя бы погибшее. Об этом и речи быть не может. Не видел, не слышал, не знаю. Пожалуйста, найдите меня. Хорошо вот так мордой меня ткнуть, да? Вот. Вот это потом ужас называется. Вы знаете, что вот эти вот раны, они растут вместе с деревьями. Костовская культура не то, что они это, они не зарастают. Они даже не пытаются зарасти. Кто об этом знает? А вот яблонькам пытаются. Но от этого не легче. И вот что получается. Вот это попытки, да? А давайте мы отрежем вертикальный побег. И он, ух, какой он будет. Вверх не полезет. Удобно собирать. Чешообразную форму создадим. А он выбросил полсотни побегов вертикальных. А теперь их надо уничтожить. В общем, в таком духе я мог бы рассказывать часами, часами, часами. Что творится невероятно. Ужас тихий. Вот. Где эти ученые мужики? Ну, хорошо. Я сейчас тогда по-другому вам расскажу. Итак. Вот. Привожу пример. Допустим, теперь понятно, что я патологоанатом. До сих пор считаю себя единственным. Завтра вы мне пришлете. Не объясняйте, кто любой из вас. Пришлете фотографии, распиленных другими. Вот. Это в виде книги, в виде статьи. Фильма. Пожалуйста. Я посыплю голову. Сразу скажу. Все больше я не лучший, не единственный. Вот. Лучший я не могу назвать. Один сам не может быть лучшим. Он и есть единственный. Кто в этом разбирается. Самое страшное, что ситуация вышла из-под контроля именно в 20-21 веке. Когда каждый, кому не лень, должен создать канал. А на канале обязательно рассказать. Это самое легкое на свете. Про обрезку. Если это весна, то весной. Если летом, то летняя обрезка. Если осенью, то осенью обрезка. И пошла в аханалия, увеличилось количество в тысячу раз вот этих смертельных советов. Вот. И теперь, если даже где-то мы найдем еще одного, кроме меня, научного мужа. Все опоздали. И где он со своей этой... Хотя бы как я проклинал бы это все. Это ладно. Теперь я по-другому. У меня есть такой ответ. Представим себе учебник. А перед учебником это надо, чтобы нашелся патологоанатом. Классический. То есть, не по деревьям, а по людям. По людям. И вот он имеет определенный опыт. Он разрезал. Первого, второго, десятого. Такие есть. Вот там, да. Сейчас я вам расскажу. Это касается нас и нашего здоровья. Поэтому я это не отвлекся. Это продолжение этой темы. Про научных мужей. Вот такой научный муж. Которого я очень даже... Выступает по одной из центральных газет. Ну, я меньше, чем там, допустим, литературная газета. Это могла быть российская газета. Вот такая статья. И он дает интервью. Внимание. Он говорит. Это сто процентов я запомнил. Ну, говорит как. Письменно. В смысле, печатный труд. Но что там на нем сказано? Он рассказывает эту историю, в которой в виде букв. Вот. Значит, вы знаете, говорит. Я вскрыл там сотни, может, тысячи, я не помню, людей. Патологодат. И что вы думаете? Вскрываю алкоголика. Вы представляете? Печень разложена. Все правильно. Но сосуды чистейшие. Так и написано. Как у младенца. Чистейшие сосуды. У алкоголика. Но это труп лежит. Я вскрываю другой труп. Этот человек, который за всю свою жизнь, а я точно знаю, ни разу не пил, не курил. Вот. Вел здоровый образ жизни. У него абсолютно чистая печень. Как у младенца. Так. А сосуды напрочь забиты, поэтому и угород. Ну, не будем уникать, как действует алкоголь на сосуды и на печень. Ясно, где-то да, где-то нет. Я сейчас не собираюсь вас ничего убеждать. Я привел два крайних случая. Если бы у нас была бы нормальная наука, и вот ученые мужи. Кто-то может даже где-то там какие-то научные статьи в узком кругу. Кто-то диссертацию про это. А это должно быть в школьном учебнике. И даже не в одиннадцатом классе. Потому что пить начинают раньше. Чтобы учительница. Вот перед ней доска. А сейчас это может быть уже не доска, а вот такой экран. Раньше доска. Вот. А теперь вот такой экран. И крупным планом печень разложившегося алкоголика. И не сразу. Это целая наука. Вот он, ребенок. А вот с этого возраста начал пить. А вот она такая. А в тридцать лет. А я таких знаю. Тридцать-сорок лет уходили из жизни. И мужчины, и женщины. И вы их знаете. Даже больше, чем я. Я один о вас. Вот. Сами знаете сколько. Сотни. Вы представляете, сколько людей. Но если бы понятие школьники об этом имели. А не вот это вот законы Менделя. А не вот это вот. Такая девочка. Да и большинство парней. Может понять суть, смысл слова. Логарифм. А зубрить будут. А? Ну, еще катетка и этот самый. Гипотенуза еще понятно, что гипотенуза меньше, чем два катета. Тут же понятно, что знаете как. Человеку надо обойти вот так вот. А он через газон напрямую. Почему? Он знает, что гипотенуза гораздо короче, чем два катета. Что он дурак обходить там по асфальту, когда можно цветы топтать и идти по газону. Вот это вот предел, все. Вот чем должны заниматься. Вот школьный учебник-то. И про этих-то. Ну, что значит это самое. Дело в том, что хотя бы это. Еще много-много. И про того зайца, которого год кормили в клетке, выпустили, у него сердце оборвалось. И про много чего еще. Это целый. Вот из этого должен учебник состоять. И этот должен учебник с патологоанатома участвовать в этом. И какие фотографии можно у трупа красивые делать. Разложившиеся печени. Чтобы любой кто глянет, у него это. Много дети знают. Я взрослый и это уже. А, ты уже взрослый, наливай. Видите, меня опять уже. Это уже третий вот такой момент, когда я опять про это. А все началось с чего? Достаточно большое количество людей от научных мужей занимаются тем же садом. Ни хрена не занимаются. А если занимаются, то почему молчат? Вы представляете, я бы, ну, судьба бы сложилась, что я патологоанатом классический. То есть по людям. Да я бы точно так же сейчас сидел перед вами. Так. И показывал фотографии. И доказывал. И призывал это. Всех, начиная с Путина. Обратите внимание на проблемы. Не так надо преподавать. Надо преподавать так, чтобы девочка знала, что такое аборт. А не потом. Покажите крупным планом, как это убивает ребенка. Ой, а что я опять завелся? Редактор субтитров, которыйова Кутина.